Я просто удивлялась, как они могут в своем состоянии еще улыбаться. Если кто-то, ну, вопреки вашей воле, эту тайну разглашает, то он несет ответственность перед законом. Говорят, вот ты верующая, и цветы возила в монастырь, и букеты носила к иконам Божией Матери, а у тебя вот Господь и забрал сына. И когда идет, ну, типа, борьба за правду, то есть какая-то цель. Есть вот такая притча, как три мудреца в темной комнате ощупывают слона. И один, значит, вот ощупывает ногу и говорит, вот мы имеем дело с чем-то толстым, таким твердым, монументальным, очень похоже на колонну. Другой ощупывает хвост, мы имеем дело с чем-то тонким, собственно, таким извивающимся, очень похожим на змею. Третий ощупывает ухо и говорит, да нет, мы имеем дело, похоже с чем-то таким похожим на пергамент, тонким, гибким. Никто из них не врет. И каждый говорит какую-то свою правду. Конечно, мы, как верующие христиане, мы понимаем, что истина одна, истина – это Иисус Христос. А правда, она у каждого своя. Такая проблема в семье, что люди расстаются, остаются дети на руках у одного, у второго, ну, чаще это у матерей. И пока они маленькие, это может быть, там, год-два, вопросов не задают дети, где мой папа. Ребенок, когда задает эти вопросы такого рода, его интересует собственная судьба. Просто так бывает, что папа с мамой не живут вместе, но о тебе будет заботиться и папа, и мама. Что делать, если, вот, например, отец не участвует в воспитании ребенка? Это очень важно, ну, вот в глазах ребенка не портить этот образ родителя. То есть он… Мы выбираем лучшее, что было в супруге, и говорим ребенку, что вот твой отец, да, он такой строгий, он серьезный такой, вот он, да, он сильный. У него, например, очень сильная злость. И он, может быть, он еще не справился со своей злостью. Мне поставили диагноз, что у меня непривычно вынашивание. Вот. И, конечно, было очень много потери, было много слез, было какое-то уныние, отчаяние. На исповедь к отцу Сергию Храпицкому я попала, и он как-то, я вот, вылила свою эту вот боль. И он говорит, а ты знаешь, есть больница такая, а там дети разного возраста по разным ситуациям попадают. Ты походи туда. Вот. У нас тут сестры есть белые из нашего сестричества. Они туда ходят, я тебя познакомлю и попробуй походи. Может быть, ты немножко, ну, окрепнешь. Когда попадаешь туда и видишь вообще сколько одиноких маленьких детей, то есть, ну, это очень больно становится. У меня было иногда такое желание просто взять, собрать всех вместе и просто унести, просто забрать. В августе 13-го года появляется вера. Я как бы поняла, что надо действовать, просто надо действовать. Это получается на средине. На праздник мы ее забираем. Решили вы дочке говорить о усыновлении? У нас даже, когда был суд, когда мы ее удочеряли, то есть нас конкретно поставили, что вы до такого-то возраста вы обязаны как бы ребенка подготовить, что она как удочеренный ребенок. Тут, если все в порядке с обоих сторон, семья живет полноценной жизнью, вокруг не находятся, слава богу, доброжелатели, которые хотят, как там, рассчитать это все, то раскрывать вот эти карты, ну, цель в этом какая вообще? У нас в Республике Беларусь на законодательном уровне установлено, что есть тайна усыновления, тайна удочерения. И, собственно говоря, никто не может вас принуждать, заставить эту тайну разглашать. Мало того, если кто-то, ну, вопреки вашей воле, эту тайну разглашает, то он несет ответственность перед законом. У меня сложилась ситуация в жизни, что мне люди в лицо говорили жестокую правду. Точнее, то, что им казалось правдой. У меня сын, поехали мы в монастырь, и он утонул. Я уже приехала на рабочее место, вокруг окружающее, узнали об этом. Говорят, вот ты и верующая, и цветы возила в монастырь, и букеты носила к иконам Божией Матери, а у тебя вот Господь и забрал сына. Наталья, расскажите, пожалуйста, про вашего сына. Ну, сын, он заканчивал школу, и поехали мы, каникулы были, чтобы взять благословение, поступать он хотел в семинарию. И вот он готовился поступить в семинарию, и поехали в монастырь. Там приехал семинарист Жировицкого монастыря. Ну, они сдружились, и поехали на сено, там земляники мы собирали. У меня земляник, он в последний момент принес стаканчик. Вот мама земляника, а мы пошли на речку купаться. И вот одного достали, второго, и у моего сына три пальца сложены. Крестился, видно, он. Если бы я не в монастыре была, я не знаю, как бы это все пережила. Так наставление батюшки, проповедь батюшки на отпевании тоже как-то поддержала. Конечно, правда у каждого своя. И с правдой надо быть как-то очень осторожным. Субтитры создавал DimaTorzok